Президент Казахстана Казахстан Казахстан сократит добычу нефти на 390 тысяч баррелей в сутки. Такие обязательства сроком на два месяца страна взяла на себя в рамках соглашения ОПЕК+. Президент также акцентировал внимание на прогнозах экспертов касательно мирового ВВП. Мировой ВВП в 2020 году может снизиться более чем на 2%. При этом ВВП США и еврозоны снизится на 3,3% и 4,2%. Соответственно, рост экономики Китая прогнозируется на уровне менее 2%, то есть падение составит около 4%, привел данный глава государства. По его словам, без активных действий со стороны государства мировая рецессия может оказаться еще более глубокой и серьезной. Многие страны приняли решительные меры по противодействию распространения коронавируса, поддержке экономик и граждан своих стран. Благодаря предпринятым мерам нам удалось предотвратить неконтролируемое распространение вируса, сохранить стабильность в обществе и деловую активность, отметил Такаев. Эта встреча, по мнению президента РК, хороший повод для обмена мнениями о взаимодействии стран в экстренной ситуации. Мы уже приняли ряд совместных мер. Сегодня Высший Евразийский экономический совет выступит с совместным заявлением. Указанные меры станут важным инструментом в борьбе с распространением вируса и стабилизацией экономик наших стран. Мы могли бы продумать механизмы укрепления взаимодействия по повышению продовольственной самообеспеченности, максимальному производству собственной готовой продукции, выходу на внешние рынки, обмену опытом в агронауке, заявил глава государства. Важным направлением совместной работы, по его словам, может стать формирование региональных производственно-технологических производств. Можно приступить к созданию региональных цепочек добавленных стоимостей на основе конкурентных преимуществ наших экономик. Следует пересмотреть подходы к взаимной торговле с учетом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Союза, отметил президент Казахстана. При этом постоянной задачей является стимулирование деловой активности. Наш совместный проект, Евразийский банк развития, должен стать эффективным инструментом финансирования совместных проектов в постнекризисный период, подчеркнул Касым Жамар Такаев. По его мнению, события последних месяцев показали актуальность налаживания тесного сотрудничества в сфере здравоохранения и медицинской науки. Важно усилить взаимодействие по вопросам обмена информацией, разработки инновационных подходов диагностики и лечения заболевания ЧАВИ-19, усиление научного сотрудничества между нашими странами, призвал страны к взаимодействию президент РК. В связи с введением карантинного режима в странах, по его словам, увеличился спрос на цифровые товары и услуги. Мы также убедились в безусловной важности качества и надежности цифровой инфраструктуры, отметил Такаев. По его мнению, внедрение передовой качественной цифровизации в значительной степени определит эффективность всех направлений интеграционной работы, от цифровизации таможенных служб до совместных разработок. Нет сомнений в том, что наши страны и наш союз выстоят и преодолеют этот небывалый кризис. В то же время мы должны учесть уроки пандемии, проанализировать наработанную за этот период практику и быть готовыми к новым вызовам, заключил глава государства.